Поведение животных. Ученых давно управлять целесообразными действиями. Академик Иван Петрович Павлов убедительно показал, каким образом в результате накопления жизненного опыта возникают условные рефлексы. Теорию Павлова о высшей нервной деятельности успешно развивает его ученик, ныне академик, Петр Кузьмич Анохин. Не только в процессе обучения возникает приспособленность животных к среде обитания. Некоторые реакции врожденные. С самого первого дня, услышав голос матери, птенцы раскрывают рот. Новорожденный кролик слеп, но мозг его к восприятию света в какой-то степени уже подготовлен. Смотрите, в зрительные структуры мозга введены электроды. Пока светового раздражения нет, на экране осциллографа прямые линии. Включаем свет и становится ясно, эта область уже функционирует. Видите, какая реакция? Мозг заранее подготовлен к моменту прозревания. Нервные структуры, необходимые новорожденному в первую очередь, развиваются еще до рождения. Детеныш морской свинки извлечен из матки раньше срока. Пережимаем пуповину. Теперь надо дышать самому. И он дышит. Оказывается, вся функциональная система дыхания полностью сформирована. И сосать он уже умеет. Все глубже познает наука закономерности развития и системной деятельности мозга. Исследование академика Анохина в области биологии и нейрофизиологии условных рефлексов удостоено Ленинской премии. Субтитры создавал DimaTorzok